Тысяча августа 25-го. Где родились? В Макнез-Морозе. Вызывали там, да? Жил в городе Казабланка. Так, какими языками владеете? Русский понимаете, переводчик требуется вам? Да. В данном случае приглашен переводчик для участия. Вам на каком языке предпочтительнее общаться? Английском, французском, марокканском и арабском. Владеете языками? Французском, да. В качестве защитника адвокат Вагин и Градуга. Все. Правильно. Меня интересует в данном случае, как вы попали сначала на территорию Украины, потом, соответственно, в плен. Так, сначала, там ситуация домой была чуть-чуть сложная, между папой и мамой, поэтому я решил ехать учить дальше в другую страну. Там я искал и нашел Украину, там, самая легче виза сделать и самая легче ехать учиться. Сначала я ехал там на Полтаву, там был курс в русском языке. И потом я ушел в Киев, где там я учился в Киевский поэтихнический институт, один год там. И в это время я интересовал в конфликтах в Донбассе. Там время даже я жил там в хостеле, где знакомился с человеком, который учился в военную академию Метик. И я ему попросил, если можно, как иностранец всех, служить в украинской армии, чтобы получить боевую подготовку. И он мне, короче, сказал да, и ушел со мной на военкомату, где у него там знакомый, который... Какой человек? Там военкомата. Ну, в военкомате тоже, который вас упадет. В военкомата не помню, но который мне помогал Роме. Какие-то данные личности помните? Фамилию? Нет, нет, какие-то нет, не помню. Меня, смотрите, интересует. То есть, я правильно вас понимаю, что вы добровольно решили стать наемником? За деньги воевать? Нет, получить боевую и учебку. Что при этом придется оружие рукой культуровать, понимали? Да. И выполнять приказы, соответственно, для лиц, которые... Гражданин, ну, страны, гражданином которой вы, по сути, не являетесь. Вы должны провести действия, соответственно, для других людей, которые ¿ Я находился в Киеве, потом я ушел по Николаеву, где там предлагали водителю реактивной артиллерии, я это не согласился, поэтому я ушел обратно в Киеве, я общался с Айслим, который ему знакомился через инстаграм, он попросил. Это кто такой, подскажите, пожалуйста? Он дещанин, который служит в морской пехоте. Вы знакомы были еще с иностранцами, которые также проходят службу? Да, он. Тоже контрактной службы? Да, контрактной службы. И еще таких знаете людей? Нет, но через он, дальше я знал, что есть еще один дещанин, называется Шон. Фамилия? Угу. Вот. Вот. Через он я ему попросил, если он может мне помогать, чтобы ехать там на часе, первый батальон, и общаться с командиром, если он может мне давать позицию там и пост, чтобы подписать контракт там в первый батальон. Он согласил, я пошел там, он показал командир, мне общается, и командир согласился, и я там подписал впервые отдельные батальонбургской пехоты в минометр расчет. Вот. Потом, после этого, я пошел в курс молодых бойцов, три месяца там, когда мы учили форму Оливу и Макроиму, и стреляли в автоматы кольцу, и пулемет, и кидали одна аромат по карту. И после этого, не получается, я, чтобы ехать там на боевые, ну, курс боевой пилотока, я, они меня сразу отправляли на АТО. А то что означает? Зона боевые операции там, где есть. Там я пошел, они меня оставили в задней позиции, называется Молдова, где там я помогал в Нарьяль, стоял в Нарьяль, и помогал в логистике, и так, и так, и так. И тоже стоял товарищ, наблюдитель, наряд, если что-то, движение с противника, я насторщиной через рацию, говорить, что есть такое движение, и ему назвать. И тоже, если что-то, помогать нашим характеристикам в характеристиках. Вот. После месяца там атака начинала, и мы эвакуировались с нашей позиции. Там было в Павуру. Вот. Мы эвакуировались на ферме, она находится в сторону Сарпана. И там мы стояли как-то два, один, три дня. После этого мы были на заводе Ильича, там в бункере. Там я занимал, помогал тоже в Нарьяль, стоял в Нарьяль, охраненный завод внутри. После этого мы были на заводе Ильича, что все-таки налоги. Атака у минялью текла. OS 3.